Здравствуйте, с вами «Техническая среда», я ведущий Геннадий Мелькин. Сегодня наше видео посвящено поиску всевозможных негерметичных соединений на автомобиле. С годами автомобили, естественно, устаревают, у них высыхают прокладки, всевозможные уплотнения, и через них, допустим, если эти прокладки у нас находятся на впуске, поступает неучтенный воздух, что приводит всевозможным неисправностям, которые очень сложно диагностируются. Для этих целей, чтобы найти такую непонятную неисправность, есть соответствующий дыммашины. То есть они подают дым, например, во впуск двигателя, и, соответственно, если где-то есть какая-то негерметичность, мы видим, там появляется такой небольшой дымок. Но эти машины очень дорогие и используются только такими специализированными сервисами, которые могут позволить себе купить такое дорогое оборудование. Можно такую штуку изготовить самостоятельно. Кстати, у меня на столе такой пример самодельного устройства. Это тоже дым-машина, но она намного проще и дешевле. Кстати, я ее чисто случайно нашел в объявлении в интернете. Ее делает умелец из Ульяновской области. Это вот примитивничая вещь. Кран, труба между собой соединяется. Есть мундштук, в который вставляется сигарета. Именно она у нас будет создавать дым. Она вставляет такой мундштук, раскуривается, заворачивается. Здесь вот как раз резьбовая втулочка. С одной стороны мы подключаем к запаске, либо к колесу автомобиля, что очень легко и просто. Не надо искать где-то дополнительный ресивер. Открываем немного кран и все. Подключаем, допустим, к пустому трубопроводу. Дымок пошел и все. Начинаем проверять систему. Так что не будем как бы задерживаться и приступим к практическим работам. Для работы этого нехитрого приспособления нам нужен воздух. То есть воздух мы возьмем с колеса автомобиля. То есть мы прикручиваем штуцер приспособления к колесному вентилю. Вот мы наворачиваем, предварительно мы проверяем, чтобы у нас кран на приспособлении был закрыт, чтобы в пустую как бы не тратили воздух. Диагностировать мы будем впускную систему, то есть подачу воздуха в двигатель. То есть у нас есть подозрение, что где-то есть небольшой подсос воздуха. То есть сначала нам надо подготовить двигатель к такой работе. То есть мы, естественно, снимаем воздушный патрубок с фильтра. Вот мы его сняли. И заодно мы просто убрали крышку, так чтобы это было наглядно и удобно. И поставили заглушку вместе со штуцером, с помощью которого мы будем контролировать выход дыма. То есть это для удобства. Подавать мы воздух должны через любое другое соединение, через любой вакуумный шланг, какой есть на автомобиле. В данном случае мы нашли шланг, который наиболее в данном случае подходит. Это шланг с вакуумного усилителя. То есть вот мы через эту трубку будем подавать в воздух, именно с дымом, так чтобы вот именно найти негерметичность. Так что приступаем. Вставляем сигарету в бунтштук. Теперь мы ее раскуриваем и вворачиваем в корпус приспособления. Далее мы слегка приоткрываем кран, так чтобы у нас сигарета так быстро не потухла. Слегка его приоткрываем. Вот уже видно, дым пошел. Все, надо убедиться, что вот он идет, вот он дымит. Вставляем его в шланг усилителя и смотрим, контролируем, где у нас есть какие-либо неплотности. Так, вот мы видим, уже система как бы у нас заполнилась. На выходе у нас появился дымок. Сейчас мы его прикроем, прикрываем и смотрим, где у нас дымит. Вот дым пошел где-то в районе второго цилиндра. Кстати, дыма стало больше, и видно, что из-под корпуса датчика абсолютного давления выходит дым. Вероятнее всего, в этом-то и есть причина. Скорее всего, там либо прокладка чуть подсохла и пропускает воздух. Так что на этом как бы поиск негерметичности окончен. Спасибо за внимание и не забывайте подписываться на наш канал журнал «За рулем». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok